здравствуйте друзья я нахожусь в русском селе ивановка что находится в сердце азербайджана тут живет 2000 русских людей у них колхоз именно колхоз это не просто так называется видите за моей спиной написано азербайджанская республика правление колхоза имени никитина никитин это замечательный был человек который прожил 90 лет с лишним который в советское время был награжден орденами медалями гидар алиев его награждал и он один из тех кто этот колхоз создавал три версии есть одна то что мы во время постов употребляли молоком вторая то что во время это считалось это вера чистой как молоко и третья версия когда наши предки отказались от православия их екатерина вторая выселяла во всяком случае в двух направлениях на сибирь и на кавказ вот наши предки как раз таки на кавказ прошли но когда их вели во первых они пешком шли с собой брали все необходимые и вот во время вот этих переходов очень много людей умирала и человек который сопровождал он обращался к синоду что делать нам дорогу умирать большое количество людей а на старославянском языке что означало так говорили что это очень много кому а ему отвечали мало кому стоит больше комит и волоками они почему отказались от православия потому что они не верили крещению говорили что креститься это омывание тела но не души надо верить трем единым богам отцу сыну и святому духу вот отсюда и пошло такое название у нас сохранил с тех пор сюда духовные христиане духовные христиане духоборы нас раньше так и называли духоборы стареобрядцы молоками ольга тимофеевна жабина сиратель наблюдательного совета колхоза имени никитина села ивановка нам как живут русские в азербайджане знаете мы тебя называем русскими азербайджан или азербайджанскими русскими это конечно без преувеличения мы чувствуем и граждане азербайджана но к нам особое отношение со стороны президента нашего вице-президента со стороны исполнительной власти района это вы сами посмотрели как мы здесь живем значит у нас построена новая школа вот вы увидите вот если посмотрите двухэтажная современная школа также у нас есть новая современная больница но на нюшку другой стороне тоже недавно построена значит детский сад буквально от ожидается открытие нового детского сада на 80 мест совершенно оборудован по современным со всем стандартам евро стандартам даже редко в каком городе есть такой детский сад дворец культуры наш вы видели в прошлом году просто потрясающе совершенно огромный не каждый город у нас нет такого у нас практически на 750 мест но у нас проходит там отчетно-выборные собрания колхозные концерты всякие постановки спектакли вмещает тысячи человек в райцентре около ну вот а как вот вы говорите колхоз да все-таки час колхозов уже нигде нету это просто название такое колхоз а на самом деле какое-то частное хозяйство или у вас реально коллективное кооперативное не кооперативные у нас колхоз of советского советское время остается колхоз вот принцип нам надо его как-то осовременить конечно у нас нет появ у нас вот как у нас значит государственная земля передано на вечное пользование полос это гидролеев до русских государили дар 100 значит когда в девяносто шестом году у нас было разделения земели напаить по всего азербайджана потому что колхозы совхозы они себя из жили как-то надо было вот разделили землю у нас по всех селах населенных земля разделена на поины и значит гейдар оливич мы обратились наши жители привыкли жить общины же у нас изначально молока не жили общины ну считают что вместе легче противостоять бедам и вместе радоваться да и он в виде исключения разрешил нам оставить а я вижу это мемориал павшим во время войны да у нас с нашего села во время великой отечественной войны ушли на фронт 833 человека 330 не вернулись к сожалению там добавилась немножко жертва новых войн 1 карабахской войны афганистана и во вторую карабахскую сейчас погибли к сожалению один наш воин стал шахидом буквально 9 ноября вот когда уже ночью была подписана договор о капитуляции армении и вот этот погиб очень мы хоронили во всем селом всем районам очень жаль конечно и раненые тоже были раненые есть тоже да ну один наши жители тоже излечился я вновь вернулся сейчас вот ожидаем бог да скоро все вернутся живы здоровы когда там много ребят вообще ушло в армию на войну ну более двадцати я не скажите можно я задам вопрос азербайджан это ваша родина сражаются они так ощущают ребята это они очень у нас очень больше такого на высоком уровне боевой дух потому что 30 лет наш народ терпел вот это вы сами видите как что там творилось захват наших земель оккупация наших земель армянской стороной да и от мала до велика у нас очень патриотичная страна мы очень любим свою родину и все как один пошли даже очень много добровольцев которые хотели их вот как из русского русское русское село русского жизни она религиозная ванна да да скорее всего да потому что в каждой семье есть бабушка дедушка которые посещают церковь естественно вот ну лично я мы воспитывались с бабушкой по отцовской линии она умерла в 90 лет она ходила в церковь всегда она говорила вот допустим свинину есть нельзя молока они не едят пить нельзя курить нельзя там короткую юбку одевать нельзя и у нас это из поколения в поколение все равно ну современный молодежь конечно у них там свои есть и моды и приоритеты не знаю но в основном у нас скромное население вот придерживаться духовность и присутствует у нас очень многие садясь за обед молятся благодарят за принятую пищу это норма зарплата среднего у людей селя вы знаете к сожалению не очень высокая зарплата потому что за ну разная знаете как механизаторов очень хорошая зарплата бывает 400 монат 300 монат в сезон в основном не очень высокая зарплата часть как бы минимально до считается по республике нам надо немножечко наладить перепрофилировать немножко осовременить производство ну вот нам руководство и района и правительство нам очень помогает но вот сейчас в условиях пандемии у нас должны были были произойти перемены значит увеличение крупного рогатого скота свинопоголовья сейчас строится карамельная фабрика новое создание то есть осовременить нужно наш колхоз газ проведен да газ очень давно с 80-х годов у нас газ скажет все условия у нас есть у нас инфраструктура каждой семье как я понимаю люди еще держат домашний скот практически у вас тоже есть домашний скот конечно какая у нас у нас овцы мы с сыном держим овец да раньше держали свиней птицу куры обязательно ну чтобы свежие свиней не едят свиньи но те которые посещают церковь они не держат доме не едят а молодежь вот это же во первых это быстрое мясо да они быстро растут и как бы и продать можно вот радаев олег иванович я председатель ивановского сельского муниципалитета руководитель вам палач представитель главы исполнитель власти и смоленского района скажите пожалуйста вот я в баку не одновременно видел магазинах ивановка 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 бренд да я видел рекламу и так далее это ваша продукция какая-то продукция наша есть пару магазинов в баку которая продукция действительно савановки а стальная продукция скорее всего левого фактор вот такое ощущение что ивановка в азербайджане пользуются огромным уважением до такой-то очень высокий бренд за счет чего насчет качество продукции чистоты продукции естественно один из основных факторов что это не комфорт как и на ней подделка оригинал оригинальной продукции всегда пользовался пользоваться в любом область любой это значит что вы скотине не даете билдобавки не было добавок естественный корма только на естественных кормах естественно продукция а я держу я овец я держу и крупно рогатый скот у меня две головы и также есть птица есть кролики так что подсобное хозяйство обязательно держим человек у вас у меня пять человек семья а вообще семьи вот какие сколько по численности семьи как правило большие бывают и большие у нас есть среди три-четыре ребенка в семье но есть семьи которые по 8 по 9 детей тоже имеет поэтому нас есть многодетной семьи есть конечно кого-то один ребенок двое но среди статистические 3 до 4 арства оказывает какую-то специальную поддержку русскому специально специально поддержки как таковой индивидуальное направление есть государственная общая поддержка для многодетности и социальной помощи собирают соответствующие документы потому что мы из нет кутина правильной программы там поддержки ивановки нет поддержки ивановки как такового нет общее развитие допустим социальным плане по стране идет и естественно ивановка тоже там я имею ввиду вклад руководство страны имеется это как мы говорили построенный и новая больница и новая школа это сюда и ремонт капитальный ремонт дворца культуры вы сами видели построен новый детский сад на 80 мест это все государственно про нас социально газ свет вода помощью зефицирована проблем в этом от плане никаких нем газовой трубы надо газоразводка по силу все это проблем нет детям многодетным семье специально программа государства который по минимальной заработной плате допустим если идет недостатка то есть муж женой работая не случае недостатка финансового в многоденном селе идет целенаправленная помощь и поддержка я вижу вот дома двухэтажные большие каменные дома это дом одной семьи да это дом одной семьи и как вот получается так почему вот в россии села у нас такие разоренные запустевшие а у вас вот русские люди живут у вас двухэтажные дома каменные у вас как бы работа колхоз работает управление колхоза я вижу ним как вот у нас он но отраслевое хозяйство как таково поэтому наверно занятость людей больше не только растеневодство животноводство тоже есть виноградарство есть у нас сейчас ребят который допустим есть собственный производство открывают тоже переработчики сельхозпродукции то есть собирая частного сектора молока переработка тоже сельхозпродукции масса сметана порог идет на реализацию есть пчеловоды которые занимаются пчеловодством мед на ивановке есть ребята которые строительные не организации как бы компании которые строительные работы идут ребята ходят зарабатывают деньги и часто предпринимательская деятельность когда вы знаете как у нас общий доход колхоз 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 на своем месте мы говорим сейчас про тех кто например в колхозе не работает у нас нет такого что ты допустим обязательно должен работать в колхозе если ты механизатор если у тебя есть соответствующие документы на управление техникой ну прям комбайном трактором ты конечно идешь колхоз работаешь получаешь зарплату натуроплату но если допустим у тебя не лежит душа к сельскому хозяйству это не хочешь так работать ты можешь создать строительную бригаду небольшую из трех-четырех человек и будете ходить по объектам брать объекты делать зарабатывать деньги на этом делать ремонт строить дома у нас много новых домов строится поэтому здесь можно дома у самого сам человек дома может держать знаете так небольшое фермское хозяйство например около 10 голов скотину до перерабатывать ту же самую продукцию и комбикорма дешевые но я бы не сказал что совсем дешевые но от соотношение допустим одного литра молока одного килограмма комбикорма все-таки литр молока стоит дороже поэтому в плюс человек выходит кому сегодня хоронят нашего пресвитера молоканской церкви прокофьева василия теремича 84 года 80 на 85 году жизни ушел всю жизнь проработал в колхозе значит потерял глаз один тоже в колхозе колхоз выплачивал ему пожизненного до конца смерти пенсию выплачивал сегодня хороним жалко конечно если приглашаю вас пойти проводить вот туда его в последний путь пойдемте попрощаемся вот идет похоронная процессия хоронят пресвитера молоканской церкви местной общины духовно-борческой люди идут несут его гроб и поют псалмы духовные песни которые так вообще не услышишь нам позволили снять и попрощаться с этим достойнейшим человеком еще люди тут говорят так почему говорят сейчас мы все в масках ходим по грехам нашим люди горит столько болтают напрасно что господь на нас на всех намордники отделов все хоронят русские азербайджанцы вместе идут так живут и так уходят последний путь русские на своей родной земле в азербайджане когда вы слышите в россии что это война между какими-то мусульманами и христианами то знаете как живут русские люди в азербайджане на мой взгляд так в россии мало где они живут как здесь старый дом да один из первых домов а вот 1888 у нас у каждого в доме желающего кто желает есть российские каналы естественно такие ведущие каналы как первый канал и россия то в начале войны честно сказать очень большое возмущение у нас так сказать вызвали нападки на азербайджан защита вот именно армянской армянской стороны попытка обвинить азербайджан во всем во всех грехах в том числе это господин соловьев который которому я хочу передать большой привет с азербайджана с малаканского русского села и хочу сказать господину соловьеву приезжайте пожалуйста сюда и посмотрите как живут здесь русские как живут здесь все национальности которые здесь проживают в азербайджане будем вздавать господа нашему от у небес и спасителя иисусу христу чтобы он услышал молитву нашу обратил милосердные свои взоры на молитву нашу дал нам силу возможность чтобы тетя который мы сеяли только ты господи можешь это сделать без тебя мы господи ничего не можем сделать только с тобою только с тобою а ты господи долго терпеливо многомилостлив ко всем призывающим тебя господи услышали господи прости господи в нем ли и соверши и не уметь ли ради тебе самому во все роды от века и до века спаси господи защити благослови и помилуй от нони и вовеке аминь